Ребята, я снова раз приветствую всех вас в очередном обзоре на Smart Chain Media. В данном случае, как и обещал ранее, расскажу про токен сейл данного проекта. Так вот, начало продажи токенов было 1 июня 2018 года. Hardcap у них, то есть максимально сколько они планируют собрать, это до 14 миллионов долларов США. Я также добавлю, что ограничение от участников, это соответственно до 2 миллионов долларов США. Теперь про как раз таки то, как токены распределяются. Так вот, 35% идет на токен сейл, 15% на маркетинг, на команду 17%, на адвайзеров 5%, на резерв 20% и 8% на различные программы. Теперь про использование фондов, то есть как они будут использовать те средства, которые заработают. 35% на развитие платформы, 20% на резерв и также 20% на операционные расходы, 15% на маркетинг, то бишь на продвижение и 5% на миск и на партнерство. Это уже такие более мелкие траты будут. Ну и теперь дорожная карта данного проекта, то есть что у них было и что, в общем-то, мы ожидаем в перспективе. Так вот, первый квартал 2018 года это привлечение юридических и внешних фирм, внешних фирм на Smart Chain Media. Трое квартала 2018 года это завершение технического документа, также целевой страницы, также план выполнения предпродажной подготовки. Третий квартал 2018 года завершение документации по веб и пресейл, завершение работы консультантов. Далее, третий, четвертый квартал 2018 года это период финансирования, то есть это июнь-октябрь 2018 года, как раз вот в принципе на этом этапе мы сейчас и находимся. Далее, третий квартал тоже 2018 года опять-таки доказательства MVP, далее это маркетинговые компании, далее это события такие как кино, фестивали, конференции и различные ивенты с создателями контента. И первый квартал уже следующего 2019 года это GoLive, то есть запуск IP Rodos и Media, то есть это уже по сути полноценное функционирование данной площадки. Ну что ж, теперь идут сведения про команду данного проекта, у них команда достаточно большая, вот тут есть много, скажем так, достаточно известных людей в своей сфере. То есть это Александр Риггсмиллер, например, это Кэмерон Кейси, Хао Бэрм, также Брайан О'Нилл. Ну и кстати говоря, мы видим, что есть профили в LinkedIn на, в общем-то, каждого из этих людей, то есть можно присутствовать даже написать им сообщение, я думаю, и уточнить какие-то детали, которые вам интересны по данному проекту Smart Chain Media. Ну и также есть консультативная команда, то есть, допустим, это Кэвин Харрингтон, это Брайан Д. Эванс, также Дэн Флэйшман, Брэндон Хэмптон, Нэд Нейл, также это Би Гевски, также Вал Черковский. Ну и также, опять же таки, допустим, Шон Капута, Габриэл Атальявани, Крис Хэйман, ну и, собственно, Том Малой. Ну и, в принципе, давайте уже всех озвучивать я не буду, я озвучил, в общем-то, самых главных людей, которые связаны с данным проектом, остальных людей вы можете сами найти на данной странице Smart Chain Media. Ну и также здесь есть сведения про партнеров данного проекта, из таких известных я бы отметил Ustream, также отметил бы, допустим, Cloudflare, Amazon, естественно, Microsoft Azure, то есть, действительно, это проекты, которые известны во всем мире. Ну что ж, также вы можете, в общем-то, задать им какой-то интересующий вопрос и, соответственно, в общем-то, в принципе, уточнить какие-либо детали, которые относятся к проекту Smart Chain Media. Ну что ж, надеюсь, что вам понравился обзор на Token Sale, на, в общем-то, дорожную карту и знакомство с командой данного проекта, который я сделал в данном видеоролике. Вот тогда я благодарю вас всех за внимание, если проект Smart Chain вам интересен, то переходите на него, ссылка будет в описании к видеоролику. Я же пока с вами хочу попрощаться, тогда всем спасибо и до встречи в новых обзорах.